Значит, дальше, первый признак саморефлексии самоущества, на мой взгляд, такой, первый существенный признак, это в 2005 году состоялась первая вики-магия, сейчас они проходят ежегодно. Эти конференции собирают гораздо больше народу, чем конференция на русском языке, понимание, это международная конференция, но мы тоже стараемся не отставать. В 2007 году состоялась первая конференция на русском языке в Питере, потом в 2008 году как-то известная была здесь и так далее. Вот сейчас опять вернулись у нас. Предпоследнее, с моей точки зрения, важное, очень важное изменение вики-магии, это введение такого механизма контроля качества, как в флаге от revisions, то, что у нас называется конкурирование. Первое, оно было включено в немецком разделе, там оно довольно успешно, более 99% статей в последней версии там архитурировали, у нас, конечно, существенно хуже. Но мы здесь были тоже впереди очень большую часть нашей планеты, мы включили чуть ли не вторыми, если не ошибаюсь, по крайней мере вскоре все это за немцами. Это сопровождалось, кстати, большим скандалом, но можно назвать, это отдельная история, на которую тоже, к сожалению, большого времени нет. Пока других механизмов контроля качества, кроме инфокруирования, другие механизмы не работают, но не исключены, но, в принципе, на той же основе вкладе revisions можно создавать и какие-то другие механизмы. Но еще важный момент такой, что аналогика так и не может приступить к подрублению. И вот последняя, с моей точки зрения, революция, это викиданные, то, что случилось буквально пару недель назад. Викиданные это проект, с одной стороны структурной, с одной стороны структурная революция, на мой взгляд, с другой стороны направленная на интеграцию. Ну, совершенно очевидно, что она направлена на интеграцию хотя бы, потому что уже сейчас она работает как центральный репозиторий интервью. Ну, точнее, не работает, но наполняется для этого. Ну и в дальнейшем, возможно, викиданные могут поспособствовать некоторым другим вопросам. Я этой темой еще чуть-чуть коснусь, но сначала я хочу сказать, что по поводу революция будет отдельный доклад Владимира Минейко «Воскресенье после обеда». Вот, с моей точки зрения, будет очень интересно, может быть, большая дискуссия, круглую столку с летом и так далее, очень всех приглашаю. Вот это были те изменения, которые я вынес как революционные статистические зрения. Но есть еще изменения незаметные, а они заметны только в большом отрезке времени. И первое – это вот классические, как бы, эволюционные изменения. И первое – это революция формата статей. С моей точки зрения, очень существенный момент. Если изначально википедия создавалась именно как энциклопедия, и статьи так были классические, в традиционном понимании энциклопедические, то есть краткие, в принципе, вы можете посмотреть первые статьи, а это там в англопедике, они сохранились, еще импортированные из нубедии, это нормальные, краткие статьи из энциклопедии. Но сейчас есть такие статьи, как хорошие или избранные, по крайней мере, в русском разделе они достаточно большие. Это больше ста тысяч знаков. В общем, это серьезная такая идея. Верху качества статьи в русском разделе считаются, так называемые, считаются статьи года, которые избирались в конце каждого года по разным иллюминациям. И перспективам этого конкурса будет посвящен круглый стол Олега Барникова в воскресенье в пять часов вечера. Тоже, я думаю, будет любопытно всем обсудить. Ну и параллельно с этим круглым столом будут два доклада по поводу автоматизации правок в англопедии, по поводу работы ботов, а тем, кому больше интересна техническая часть, а не содержательная, могут пойти в малый зал, там будут эти доклады. И, в общем, надо отметить, что по формату Википедия в данный момент не совсем энциклопедия. Ну, совершенно не классическая энциклопедия в традиционном понимании. Первое, это, конечно, вот это вот наличие больших обзорных статей, которые, в принципе, ну, это обсуждалось на прошлой конференции в Воронеже, я просто так ищу тоже, что, хотя в англопедии есть, бывают большие статьи, да, но большие статьи, они на большие темы, а у нас хорошие выбранные статьи, как правило, движутся на очень узкие темы, их просто легче писать, но они движутся большие, да, а учет совершенно, очевидно, непропорциональный. Кроме того, есть проблемы, да, значит, какие вообще бывают в интернете словари, энциклопедии, что вообще из этого можно сделать, как следует создавать, в первую очередь, конечно, словари, но и энциклопедии, как можно создавать. Об этом завтра в первом выступлении расскажет Матим Грангаусс. С моей точки зрения, субъективно абсолютно. Это будет самое интересное выступление нашей конференции. Всех очень приглашаю послушать. Это внешний человек, лингвист, который профессионально занимается словарями. Ну и второй момент, который касается другого формата, это то, что у нас в нашей энциклопедии есть списки. Со списками сейчас вообще очень большая проблема. Многие, некоторые из участников этой конференции прекрасно знают о ней. Они очень долго обсуждали эту проблему на разных страницах. Видимо, продолжат обсуждать и завтра. Завтра в 12 часов в 25 минут. Перед обедом будет круглый стол по проблеме списка в русской Википедии. На этот круглый стол записалось наибольшее количество участников, потому что проблема действительно серьезная. Эта проблема не соответствует достаточно важных элементов Википедии, не соответствует их, в общем-то, стандарт классическому энциклопедическому формату. А кроме этого эволюция шла еще в другом направлении. Ну, так или иначе, эволюционировала, конечно, тематика. Выделяются, когда какая-то тема становится недостаточно подходящей для Википедии, а соответствующая тема, как правило, выделяется в отдельный Википроект. Так было со многими проектами фонда Викимедиа, например, Викибукс и так далее, специально для каких-то... Ну, это скорее по правилам. Но в русском разделе, наверное, самое известное событие такого рода – это появление сайта «Луркаморье», «Луркмор». Те, кто помнит, этот сайт был посвящен интернет-мемам, энциклопедии интернет-мемов. Она образована именно как ответвление род Википедии, ну, совершенно классический пример. И это, на мой взгляд, такой естественный механизм развития Википедии. Ну, все, что не подходит, оно должно как-то отдельно пытаться отдельно жить. Но, тем не менее, там, несмотря на то, что интернет-мемов в русском разделе сейчас практически нет, все равно многие традиционные темы, традиционные энциклопедические темы развели довольно слабо. Ну, сравнительно слабо, все равно не слабо. А это еще картинка красивая, я ее до сих пор привожу. Из доклада «Цьюни Уэллса» на Микималию 2009. Это различные представления, различные темы различных разделов, языковых разделов Википедии. Ну, это вот на то время. Но с тех пор многие разделы довольно слабо изменились. Я сейчас покажу дальше. А вот японский раздел 80% статей посвящено богу культуре. Ну, вот в русском разделе, как вы видите, непропорционально была развита тематика секса. Ну, в общем, более-менее понятно, почему, по историческим причинам скорее. В общем, очень любопытное сравнение разных разделов. Ну, вот у нас еще хорошо, там, Science and Technology еще что-то есть. Но во многих других разделах их вообще очень мало. Единственное, в французской и испанской нет секса, да? Ну, вот, да, секс. Вот такие у нас танцовы испанцы. Что касается традиционных тем, если вам интересно это обсудить, сегодня будут две сессии в одном, посвященные этим там традиционным темам. В первую очередь будет интересный круглый стол о ВИК-технологиях образования. Это, конечно, не очень напрямую связано с ВИК-технологиями, но тем не менее, тем, кто использует ВИК-технологии из преподавателей и так далее, или, наоборот, ученикам-студентам, может быть, очень интересно. И я только рекомендую этот круглый стол. Ага. Ага.